Так, давайте посмотрим коробку от звезды. Набор модель для сборки Iskander-M оперативно-тактический ракетный комплекс или же английское название Russian Ballistic Missile System Iskander-MSS-26 Stone фанатской классификации. Набор звезды в 72 масштабе, артикул у него 5028. Модель выпущена в 2017 году, плюс-минус относительно свежая. Что если коротенько по прототипу, то есть оперативно-ракетный тактический комплекс, разработка его началась еще в Советском Союзе на излете в 1988 году. На вооружение он поступил в 2006 году, успел поучаствовать в нескольких конфликтах. Конфликт в Осетии, война в Сирии, по некоторым сведениям, последний конфликт в Карабахе и вот сейчас в конфликте на Украине он также применялся. Значит, если коротенько, чтобы не рассусоливать, потому что достаточно распиарена система вооружений, то, соответственно, комплекс тактического назначения, конкретно модификация М, использует ракеты по сведениям из доступных источников с дальностью до 500 км. То есть тактические комплексы, целью ракет данного комплекса являются прежде всего системы ПРО, районы базирования вражеские, крупные какие-то объекты, такие как штабы, какие-то места базирования, какие-то скопления вооруженных сил противника, колонны на марше и прочие такие, представляющие особую ценность цели. Соответственно, что, почему так много в свое время было шума по Искандеру-М? Ну, это прежде всего сама ракета, потому что конкретно вот есть две известные модификации ракеты пусковой установки, Искандер-М и Искандер-К. Если мы скажем немножко по Искандер-К, то это крылатые ракеты, то есть ракеты, которые летят низко, огибают рельеф местности и так далее. Искандер-М это ракеты с квазибаллистической траекторией, то есть они взлетают на высоту до 50 километров, собственно, оттуда по квазибаллистической траектории, разгоняясь до огромных гиперзвуковых скоростей, собственно, летят к цели. Ну, собственно, помимо этого, как бы по информации от российского ПК, так же от многих экспертов, например, стран НАТО по вооружению, как бы фишка в кавычках этой ракеты состоит в том, что ей достаточно сложно противодействовать. То есть у нее есть целый комплекс, собственно, средств противодействия вражеской противовоздушной обороны, которые, собственно, делают ее очень трудной целью и, соответственно, практически неминуемое поражение цели, от которой, собственно, она и летит. То есть там как и комплексы ложных целей, всякие модули радиоэлектронной борьбы, сложные схемы рулеманеврирования на этапе разгона, так и огромные скорости, которые она при подлете к цели набирает, то есть до 6, по-моему, 8 махов, что-то такое. Соответственно, как бы, насколько, в принципе, из открытых источников можно судить, что, например, у блока НАТО до сих пор нет каких-то аналогов данной ракеты, а также каких-то средств эффективного, собственно, от нее противовоздушной обороны. Ну, к минусам, наверное, можно по данной ракете сказать, что я лично как считаю, мне кажется, это очевидно, что ракета при этом достаточно сложная и дорогая в производстве, соответственно, например, в последнем текущем конфликте на Украине, где данная ракета, данный комплекс применялся, в принципе, весь запас имеющейся ракеты, я так понимаю, был расстрелян довольно быстро, а дальше частота пусков сильно снизилась, так как, например, по некоторым сведям мощность производства российского ФВПК составляет всего лишь 6 таких ракет в месяц. Ну, да, это все мы говорим про ракет с обычной боевой частью, но также, в принципе, на них возможна установка и тактических ядерных боеголовок. Вот такой вот, собственно, комплекс, значит, что по коробке, значит, букс-арт у нас, на задней части у нас по последней звездовке, звездовской уже старой традиции, значит, фотографии собранной модели и окрашенной, соответственно, в боевом положении, на подпорах вот этих, с ракетами этими самыми. Да, кстати, каждый комплекс несет две ракеты, но мы, помимо этого, там в концепцию комплекса входит машина специальная, там, как и подвоза боеприпасов, перевооружение комплексов, так и комплексы, там, какого-то штабного управления, прицеливания и так далее. Ну, также тут есть фотки, вот, несобранные модели, каких-то отдельных узлов на этапе сборки, ну, и парочка тут каких-то крупных мест. Историческая справка. Длина модели в 72-м масштабе менее 20 сантиметров, то есть, это, в принципе, да, стандартная для звезды практика, у них топ-элем был только в 72-м масштабе и 240 деталей. 47 деталей, не так уж, в принципе, и мало, но не так уж и много. На других боковиках у звезды тоже все стандартно, значит, краски звезда и томия, не очень много красок, небольшая декаль, собственно, показана здесь, ну, и те же самые размерности. Так, значит, коробку можно вскрыть и, собственно, нырнуть и ознакомиться с ее содержимым. Так, она запечатана, поэтому у нас тут анбоксинг сразу происходит, можно сказать, параллельно. Несмотря что модель не новая, 2017 года производства, единственная в этой линейке никаких дополнительных модификаций звезда по Искандеру. Ох, ну вот начинается вот эта вот выгрузка, выгрузка тяжеленная из этих боковой загрузки коробок звездовских, которые у них как раз характерны для 72-го масштаба. Излезть зачастую содержимое, ну, это прям какой-то вот прям повод для диса по звезде. Вот, наконец, смог я ее осилить, ее выгрузить. Но, честно говоря, ну неужели расщедриться нельзя с верхней загрузкой, что ли, на коробке? Так вот, ладно, все-таки удалось извлечь. Открываем коробку, что внутри, значит, никак не упакованное колеса, 8 штук, резиноподобный такой пластика, резиновый материал, резинистый. Значит, один пакет с пластиком, типично, зеленый пластик звезды. Типично все в одном пакетике, в таком вот шуршащем, блестящем пакетик. С прозрачными деталями, декалью, листик предупреждений и инструкция. Все по-звездовски стандартно. Насколько я, кстати, понял, симуляции и имитации зеркал из пленки тут нет. То есть, вроде как, для такого мелкого масштаба, наверное, все краской, в принципе. Ну, наверное, адекватно. Значит, что по инструкции. Опять даже повторяется историческая справка небольшая. Видно, что два варианта сборки. Нам предлагают походный вариант в сложенном положении, соответственно, убранный упор, опущенная антенна. И боевое положение, пусковое. Ответственно, обе ракеты развернуты, выставлены подпоры вот эти и антенна поднята. Из самого заметного. Дальше, значит, раскладка литников, в коих видно четыре штуки обычных. И вот еще прозрачка и колеса. Декаль, раскладка, сеточка, кстати, у нас где-то тут должна быть. Сетка, сетка, сетка. Сетка, кстати, действительно есть. Я вот ее сразу не заметил. Да, стандартная такая полиэтиленовая сетка для звезды, которым они обычно решетки пытаются симулировать, не имея возможности положить набор травления. Ну ладно, будем смотреть. Сразу по инструкции, значит, шаги сборки. Начинается все, как часто у звезды подобных наборов, с рамы и двигателя. То есть, под сборочки слева двигателей и прочих других элементов. Я так понимаю, рама, рама не в одну деталь у нас, в две половины у нас рама. Ну, тоже, кстати, похожая на тупо лим технологии, гораздо более старый набор, но, в принципе, немножко перекликается. С-400 там тоже, по-моему, С-400 на том же, на той же базе, по-моему, на том же, на том же тягаче колесном, на чем-то очень похожем у нас собиралась. Так что, возможно, тут даже какая-то унификация деталей есть, я не знаю. Может быть и нет, может и ошибаюсь. Значит, рама, всякие элементы, собственно, ходовой, подвески, тут карданы всяческие, прочие там механизмы и узлы. Значит, сразу предлагают подкрашивать кое-какие элементы. Потом, значит, начинается у нас, собственно, подвеска многорычажная. Тут система довольно сложная. Ну, как можно догадаться, что, конечно, зачастую подвеска в таких машинах даже в 72-м масштабе, наверное, даже сказать, можно особенно в 72-м масштабе, зачастую является одной из самых сложных для сборки. Значит, кое-какие тут у нас есть сложные элементы увеличены. Что еще? Дополнительные узлы навешиваются. Появляются, собственно, вот эти, ну, не диски колеса, как правильно называется эта штуковина, собственно, куда у нас колеса будут крепиться. Еще элементы подвески. И вот где-то во второй половине этой страницы мы переходим к сбору, собственно, корпуса уже, я так понимаю. Собственно, вот здесь у нас появляется элемент с решеткой, с сеточкой вот этой самой наружной, то есть он будет выходить. Вот этот, все, как бы, крупные коробчатые элементы конструкции, типа такого, они все по звездовской традиции собираются из разных частей. Соответственно, кстати, двигательная установка, насколько я понимаю, как раз в этом коробе у нас, собственно, и будет, а, и будет помещаться, потому что вот я вижу двигатель, и он у нас устанавливается куда дальше? Устанавливается. А, ну нет, он типа, типа под эту штуку, наверное, собственно, двигатель расположен вот в этом самом отсеке позади кабины. Значит, вот этот самый отсек двигателя, ну, судя по всему, я так понимаю, двигатель можно будет, наверное, увидеть как снизу или через эту сеточку, наверное, как-то так это все подразумевается. Ну, по крайней мере, он детализирован. И дальше мы переходим к сборке кабины. Сразу нам предлагают, значит, остекление ставить, посадочные места, приборные панели, руль, значит, элементы бампера, тут каких-то дверей. Ну, как бы понятно, что всю кабину надо будет прокрашивать, собственно, заранее, до ее окончательной поклейки, установки, все ее элементы, потому что, понятное дело, что залезть туда уже в собранном виде будет невозможно. Я так понимаю, опции на какое-то открывание дверей у нас, по крайней мере, из коробки нет. Ну, в принципе, это и в 72-м масштабе довольно мелкие будут элементы. Самому там что-то сообразить с открытыми дверями, наверное, будет тяжело. И, собственно, я так понимаю, мы плюс-минус собрали кабину, бампер и переходим, перескакиваем к, как сказать, не раме, а платформе, наверное, на которой все это будет крепиться. Я так понимаю, крупные детали у нас тут собираются, подкидываются друг к другу. Значит, инструкция, как известно, мало количества листов, поэтому довольно мелкая, хотя прорисовано все вроде качественно прикольно, но, конечно, есть всегда некоторое ощущение перегруженности шагов. Ну, заезда, я думаю, традиционно на бумаге у нас экономит или, возможно, на труде дизайнеров-художников. Так, значит, вот этот короб, собственно, я так понимаю, продолжает собираться. Опять же, вот этот задний короб, куда, собственно, ракеты помещаются. Ну, короб я, понятно, условно нажимаю, кузов, корпус, отсек, я даже не знаю, как правильно это назвать. Он, опять же, по звездовской традиции, из разных все элементов, то есть все стенки, все полики, все передние и задние, там, какие-то переборки, ограждения. Все, конечно же, отдельными деталями у звезды, ничего она у нас зацело не отливает. С одной стороны, как бы, это минус, потому что много сборки и стыковки, с другой стороны, ну, и загнуть в коробке что-то сложно, да, потому что крупно изогнутые элементы зачастую это может, скажем так, модель вообще заруинить всю сборку. Ну, вот видно, что, да, два варианта, я так понимаю, на, уже у нас тут идут где-то на, подразумевается, что где-то створки уже будут раскрытыми, собственно, отсека с боевой частью, где-то они будут закрытыми в транспортном положении. Об этом, конечно, звезда нам указывает в целом, у нее с этим никогда проблем нет. То есть, значит, нижняя часть этого отдельно собираемого отсека тут появляется с какими-то элементами подпоров вот этих. И, значит, я так понимаю, на этом этапе на очень небольшом таком, небольшом таком, собственно, кадре нам показывают важнейшую операцию стыковки рамы, двигательного отсека, сразу же и кабины, и, собственно, отсека вот с боевой пусковой частью вот этой. И тут же мы переходим к сборке, собственно, боевой части, ракет двух. Ракеты сделаны, я так понимаю, из двух половин, конечно же, не засело, шовчик, наверное, будет какой-то, безусловно. Ну, отдельные элементы вот стабилизаторов. Ну, и, собственно, потом мы перескакиваем опять ходовой к установке колес и вариантам по выставленным упорам для боевого положения. То есть, когда, собственно, установка приподнимается, собственно, на этих упорах. Ну, аналогичная, кстати, тополем или м-система, наверное, похожая. Либо, соответственно, в транспортном положении, где они сложены. И установка стоит на колесах. Ну, тут все освещается, как раз все узлы, которые должны иметь различные, по-разному склеиваться, собираться, в зависимости от боевого или транспортного положения. Соответственно, вот у нас, опять же, появляются варианты, где у нас уже устанавливается боевая часть. Так понимаю, боевая часть, соответственно... Ну, у нас тут вариант 1, не только вариант 2. Так. Соответственно, я так понимаю, первый вариант, это, я так понимаю, транспортный вариант, где нам предлагают сразу уложить непосредственно боевую часть в отсек. А, соответственно, наверное, вариант 2, это, я так понимаю, для боевого положения, когда вот эти створки у нас выставлены, раскрыты и так далее. Ну, вот опять описание для транспортного положения. Створки закрыты и, собственно, сложены. Но нам, как бы, даже для транспортного варианта, нам предлагают все-таки боевую часть ракеты разместить в этом отсеке. Хотя, насколько я, собственно, понимаю, при транспортном положении, полностью закрытом отсеке, ну, вроде как, мы никак не будем видеть нахождение там этих самых ракет. Поэтому это чисто такое вот ракеты Шрёдингера у нас получаются. Теоретически, мне кажется, наверное, если делать транспортные ракеты, наверное, можно вообще не собирать. Ну, это мне так кажется. И последний, собственно, этап сборки, это для варианта боевого положения, соответственно, показано, как перевести ракеты, точнее, как собрать ракеты, прикрепить их в боевом положении. Антенны, собственно, появляются здесь зеркала заднего вида, боковые. И, собственно, там какие-то ещё ручки, держатели. И, собственно, у нас, кстати, да, из того, что я сразу не обратил внимания, несмотря на то, что модель относительно свежая, но в модели 2017 года, конкретно вот из Кандера М, ещё звезда не клала цветные вкладки с окраской. То, что она практически потом начала везде делать, даже в достаточно дешёвой модели. Здесь ещё вся окраска, собственно, у нас чёрно-белая и непосредственно в самой инструкции. Соответственно, на два варианта вот дана окраска у нас. А, ну, кстати, вот да, то, что я жаловался, видимо, какая-то переходная инструкция звезды. Потому что, опять же, звезда Хамбро вместо звезда Тамии, а на коробке у нас звезда Тамии. Ну, тут ладно, в принципе, не то, что это прям принципиально, но такой вот штришок есть. Значит, видно, что у нас, собственно, даётся два варианта и по декалям, тоже два варианта. Соответственно, транспортный вариант дан парадный с георгиевской лентой, соответственно, другими. Другой маркировкой, я так понимаю. А вариант боевой у нас дан, я так понимаю, на... Ну, собственно, кстати, звезда, в отличие от Трампетера и многих других производителей, чётко указывает. Даже парад 17-го года, это верхний, и в боевом положении это 26-я ракетная бригада Санкт-Петербург. Соответственно, тут уже другие маркировки, номер и так далее. Но, значит, мы потом по декале посмотрим, там можно, судя по всему, и на другие варианты собирать. Так, по бумаге это всё. Можно перейти к пластику и остальному. Значит, плотно упихано, как обычно, всё у звезды. Латин-пакет, пластик зелёный. Так. Что по крупным литникам? Видно, немножко сразу изогнулось, как бы, оно всё. Ну, я надеюсь, выправится при сборке. Так. По крупным деталям, значит, на этом литнике у нас собраны детали, собственно, ну, нижней части, вот, собственно, вот этой платформы. А это та часть, на которую это всё устанавливается, вот этот, скажем так, полик условный, да, вот, всё это зацело отлито. Тут частично даже, вот, видны колёсные арки. Створки, собственно, я так понимаю, отсека с ракетами, боковые части. Ну, это нижняя часть, я показываю, вот, собственно, лицевая. Где рельеф виден, вот здесь видно вот такое ребрение, достаточно прикольно отлитая. Вот здесь рельеф боковых частей этих отсеков, рельеф створок, то есть, ну, в принципе, все толкатели, они на внутренней, по идее, как бы, невидимой части сделаны, потому что тут, как бы, проблем нет. В принципе, ну, модель эта куплена была не сейчас, не в 23-м году, когда был сделан обзор, по-моему, раньше, поэтому, наверное, 17-й год тут ещё не сложно сказать, как сейчас выглядит. Ну, вот, на литниках кое-где виден, уже появляется на самих рамках облой, но на самих деталях на тот момент, в принципе, всё было окей. Вот ручки даже отлиты кое-где зацело, прям с деталями, то есть, в принципе, по литью всё достаточно по современной звезде, так, в принципе, типично и вроде, по крайней мере, выглядит норм. Так, ещё крупная рамка с деталями кабины. На кабине зацело с передней стенкой отлиты дворники сразу, то есть, не надо будет мучиться их как-то приклеивать, или, не дай бог, на стекле потом как-то выкрашивать эти дворники, как часто достаточно делают. Ну, я так понимаю, в основном тут как раз детали кабины, две детали двигательного отсека, я так понимаю, за кабинного вот этого отделения. Ну, некоторые части довольно-таки прикольно, ажурно сделаны, очень мелко. Вот у нас тут зеркала заднего вида, по-моему, они тоже там двух вариантов, что ли, делаются. Руль, рулевое колесо, ну, ещё какие-то держатели мелкие, опять же. Ну, как бы, все толкатели на внутренних частях. Ну, единственное, пожалуй, минус, что всё это ни в одну деталь, конечно, сделано там, как можно было бы, наверное. Но звезда так не делает никогда, но, наверное, скорее всего, всё-таки нельзя, раз она так не делает с её технологическими мощностями. В остальном тоже по литью, как бы, у меня чисто видимых претензий нет. Значит, дальше два, я так понимаю, одинаковых, идентичных литника, соответственно, где, что логично, собрали детали ходовой, так как она повторяется, колёсные диски вот здесь, какие-то ещё элементы, подвески ходовой части, видимо, там на раму, что крепится, где-то там узлов, элементов. И также, вот, собственно, боевая часть ракеты, соответственно, одна, и на втором литнике вторая, из двух половин она состоит, вот такого-то размера, где-то 10 сантиметров, наверное, в 72-м масштабе. Ну, две половины, что логично, соответственно, со швом, конечно, будет какая-то борьба, наверное, ну, что, в принципе, можно предвидеть. А в остальном, в принципе, ну, достаточно по-стандартному, по-звездовски, наверное, уровень той же S-400, в принципе, примерно на таком же уровне отлит. Я так смотрю, у кресла экипажа тут у нас тоже присутствуют мелочёвки, чуть-чуть мелочёвки, ну, и так далее. Значит, и последний большой литник, значит, он с выпирающими такими вниз элементами этой самой рамы, две половины рамы, причём, понятно, почему выпирает, потому что тут они отлили на раме сразу элементы, не знаю, как их правильно назвать, но, короче, для состыковки, собственно, эти вот... Ой, как же правильно это сказать? Ну, короче говоря, вот эти вот штыри для состыковки двух элементов рамы, соответственно, они это сделали, таким образом сделали литник, чтобы они были как бы утоплены внутрь на плоскости, и, соответственно, при упаковании в пакет эти штырьки не обломались, потому что, конечно, они выглядят довольно-таки хрупкими. Ну, это, кстати, правильное решение, ну, соответственно, такое большое количество этих самых штырей на плоскости рамы, оно, наверное, в принципе, должно нам задать достаточно однозначное её положение при склеивании, и это, кстати, очень хорошо. Потому что рама, как же я повторяюсь, из двух половин, ну, и тут я понимаю, опять детали не совсем понимаю, то ли двигательного того отсека закабинного, то ли это детали где-то с кормы уже, тут не совсем сходу могу определить. И, в основном, мелочевка, да, вот двери кабины у нас на этом литнике, ну, как видно, что, да, только закрытое положение, и что ещё? Ну, тут какие-то вентиляционные какие-то элементы, то есть ещё, видимо, ещё карданы, вот всё это под днище уходит у нас, то элементы двигательной системы, ну, и всякая-всяческая-всяческая-всяческая мелочевка. Вот, собственно, на этом литники у нас и заканчиваются. Остаются у нас, собственно, резиноподобные пластика, резиноподобные покрышки. Чтобы покрышкам можно сказать, 72-й масштаб, они очень маленькие, но видно, что вот на этих покрышках вроде всё окей, а вот здесь я, в принципе, заметил, что огрехи литья видны, то есть достаточно такие вот у нас швы заметные даже на 72-м масштабе. Кое-где вот подвылезал там какое-то что-то похожее на облойчик вот здесь, вот непонятное совершенно, то есть то, что придётся удалять. Соответственно, почему-то не дожали они по покрышкам достаточно, они как, ну, по моим ощущениям, немножко неаккуратные, неряшливые, да. Соответственно, маркировок, если кому это надо, на покрышках тоже никаких нет, соответственно, по копийности протектора, наверное, тоже ничего не скажу. Ну, вот такие вот маленькие, значит, 72-й масштаб покрышки, и помимо этого у нас пакетик, собственно, с тем, что осталось. Это, соответственно, литник с прозрачными деталями, в основном, я так понимаю, остекление кабины, ну, как бы ничего плохого не могу сказать. Вот прозрачная, не мутная, не царапанная, ну, и немножко тут, я так понимаю, приборов освещения и чего-то ещё. Такой вот стандартный для звезды литничек. Значит, сеточка полиэтиленовая для, собственно, используется там для какого-то окошка, двигательный осек небольшой, ну, тоже стандартный по-звездовски. В отсутствии травления и декаль. Декаль, как я вроде понял, на, ну, по крайней мере, глобально на два варианта даёт звезда, на парадный и на петербургскую бригаду ракетную. Ну, вот единственное, что я вижу, что вот, например, элемент звезды, по-моему, по-моему, на парадный вариант, насколько я помню, звезда, по-моему, тут у них достаточно явно заметное смещение, так как не отцентрирована звезда явно относительно своего контура, так что, ну, вот, по-моему, есть какой-то косячок по декальке. Декальке, а в остальном же, в принципе, ну, вроде смещение белого цвета на георгерской ленте на звезде, ну, есть оно или оно такое было в реальности, я, честно говоря, не помню, ну, ладно, будем считать, что было. Ну, и помимо того, что тех номеров, которые у нас в инструкции обозначены, тут как бы есть вариации на кучу номеров, можно, в принципе, что-то своё сделать. И на этом, собственно, у нас и всё по данному набору, Искандер М от звезды, в принципе, ну, достаточно типично по современному качеству звезды, 72-м масштабе и так далее, вот такой вот набор.